Итак, всем привет, с вами ДПГ, и мы продолжаем играть за США по Total Cringe. Подходит уже потихоньку наша война, тут Германия начала войну в Европе, и я думаю, Франция, в принципе, достаточно быстро, конечно же, капитулирует. Так что поехали, нам предстоит еще достроить наш флот, вот этот флот, да, обновить его, потом перегруппировать как-то. Здесь все-таки тоже на слишком большой флот есть большие дебафы, хотя здесь кое-как забаланчено, но я еще не уверен, насколько. Насколько на море здесь я прям сильно еще не воевал. Ну вот, как раз-таки посмотрим. Вложились мы в кучу авианосцев, еще также достраиваем неплохое количество тяжелых крейсеров, и, конечно же, подстраиваем эсминцы в виде прикрытия. Потом мы сейчас подоследуем подлодки, будем также еще делать и подлодки, потому что, ну, они все еще очень полезны для нарушения снабжения. А Япония это все-таки, черт возьми, остров. Сожидайте, но я думаю, мы и поехали. И, блин, Германия реально сквозь мажино пытается пробиться, это всегда очень смешно выглядит. Сейчас это не исключение. Так, здесь мы всегда берем, я думаю, стратегическую бомбардировку. Которые говоря, наверное, без вот этого бафа, потому что у нас и так там есть баф. Вот, мы реально, я думаю, к войне с Японией успеем докачать все доктрины, в крайней мере, авиацию, и я подозреваю нужные на флоте. Да, это выглядит как будто так. И это, я думаю, отлично. Так, есть у нас отдел планирования воздушной войны, и на 6-3 петель сейчас должны вообще стоить какие-то копейки. Давайте как к ним дойдем. Ну, да, слушайте, 13 всего лишь, и 6. Очень солидно, очень. Прям кайф, конечно. И это мы еще улучшим потом. То есть мы вот здесь вот еще лучше поставим заводы. Будет вообще космос. И то же самое должны сделать со стратегами, я думаю. Потом идти в армию, и где-то нам бы, конечно, найти что-нибудь по нашим морским пехотинцам. Мобильная пехота где-то здесь, наверное, должно быть, я не уверен, конечно. Еще у нас есть вот здесь исследование к доктрине нашей. Что сейчас... А, вот корпус морской пехоты, который увеличивает наш потенциал. Но это звучит не так сильно. Тем не менее, лучше у нас как бы и нет. И, слушайте, нам надо уже идти вот сюда, в нашу промышленность к войне. Но для этого нужно нам сделать цветные военные планы. И, как я и говорил, мы, наверное, сделаем азиатскую интервенцию. Хотя я, конечно, очень хотел бы европейскую. Потому что это увеличивает именно строительство плюс 4. А это именно строительство верфей плюс 4, да? Но это два фокуса, а это один фокус. Так что, я думаю, пойдем сюда. Мне не сильно это нужно, потому что у нас так... Ну, бафы, думаю, солидные. Да, конечно, военные заводы минуса тоже жесткие. Но если мы выйдем сюда быстрее, то это будет намного лучше. Так, Нидерланды задались. Конвои поехали в Британию. Там у нас, я ижу, в Норвегии идет война, но не сильно активная. Норвегия еще потихоньку держится. Хотя вот тут, я думаю, капнет. А мы исследовали новую арту. И, я думаю, на эти полтора года... Блин, можно было бы выкачать, но у нас, на самом деле, не так много опыта. Так что, ладно. Ну, у нас можно механ исследовать, я думаю, будем исследовать. И потихоньку будем противотоматризованной дивизии делать. Наверное, надо будет поменять под двадцатку и поставить механ. Но в целом мы уже начали. А вот и Норвегия капнула. Скоро, думаю, будет Бельгия, а там и, конечно, даже Франция. Да, вот и Бельгия. Ну-ка. Сколько продержится Франции? Хороший вопрос. Я прям вижу немецких солдат здесь, потому что здесь британцы есть. Ну, слушайте, тут как будто какие-то даже войска есть, но я уже вижу здесь вот пустые провинции. Так что, не думаю, что Франция сможет что-то сделать. Итак, азиатская интервенция готова. Можем еще вот это сделать. Радара построить. Нам это нужно будет, но попозже. Давайте начнем с цветных военных планов, чтобы выйти в промышленностскую войну подготовить. Там, кстати говоря, Бессарабия появляется у Советского Союза. Советский Союз вступает Бессарабию к Советскому Союзу. Блин, гениальный мув от Советского Союза. Так, протест на заводах, как обычно. Ясно. Нам коммунисты срут. У нас, кстати говоря, есть политка, но нам ее не то, чтобы прям есть куда закинуть. Можно, наверное, вот куда-то туда. Потому что здесь у нас... Хотя вот это можно нажимать. Я так понимаю, это можно нажимать часто. Может и нет. Сейчас проверим. И нам можно какие-то ресурсы еще тоже добавить. У нас, в принципе, стали хватает. Вот вольфрама у нас не так много. Их хрома. Хрома нету, но вот вольфрам можно, конечно, достроить. С хромом будет у нас все попозже. Ну и давайте что-нибудь здесь нажмем. 12,5%. О! Тут серьезные вещи. На какой-то японии. Я бы, наверное, нажал в верфи, но у нас и так хватит. Я думаю, верфей. А вот исследование можно всегда бустануть. На год 12,5%. Это, конечно, круто. О, смотрите-ка, у нас появляется контакт, контакт, точнее, с бывшим морским офицером. Это, видимо, как раз таки то, что Рузвельт дружил с Черчиллем, я так понимаю, нам. Да, Черчилль сделал речь, кровь, пот и слезы. Можно дать им поддержку, можно получить поддержку войны и дать им что-то, наверное, я не знаю. Смотрите-ка, можем дать им конвоя. Можем поддержку войны у нас поднять, это круто. И можем и пехотку отправить, тоже за поддержку войны. Нам это все, наверное, нужно будет. Только у нас пехотки, а вот, переднее Парижа. Видимо, скоро все. Пехотки у нас у самих пока еще не так много. Возможно, есть смысл повысить производство, но пока что не сильно хочется, честно говоря. Потому что пехотка-то не самая необходимая. Но, с другой стороны, мы, скорее всего, будем предоставлять пехотку не только нам, но и всем нашим союзникам. Крайне верить так, это работает в большинстве модов. Поэтому будем примерно это и рассчитывать. И деплоем нашу авиацию, ее треним. Надо, чтобы, конечно, обязательно у нас авиация была до тренина. Будем ее очень активно использовать, конечно же. А вот и советы в Прибалтику вошли. И анонсировали все три здесь страны. Практически говоря, все еще немножко держится. Август уже интересно. Но я не думаю, что это продлится слишком долго. А вот Италия вступает в ось и сейчас тоже будет душить. Ну, или ее будет душить Британия, тут как получится. Но Франция реально все еще держится. Это очень забавно выглядит. Мы готовим, конечно же, наша промышленность уже к войне. Еще четыре фабрики. Точнее, четыре военные завода и верфи. Круто. О, третий раз отказ от Венгрии. Венгрия попросила Салакия. Я чувствую, что ее славит скоро будет. Тоже съедено. А что с Францией? Почему она еще держится? Как это так получилось? Реально держится, смотрите. Ну вот, там что-то еще захватили. Полет Рудольфа Гесса произошел до того, как... А, ну вот Виша создалась. Все. Сегодня Франция капитулирует, да. И атака британцев на флот французский. Интересно, интересно, что она так продержалась достаточно долго. Но все равно не так долго, как позволяло бы ей победить. А мы тем временем внедряемся в Японию. Нам нужно будет видеть в ней все. Ну и флотские разведаны еще очень важны для высадок, конечно же. И на самом деле у них есть сверхтяжелые линкоры. Но в целом их флот, конечно, нашим уступает солидно. У нас намного больше авианосцев. У нас намного больше линкоров. Хотя они, скорее всего, чуть более отсталые. Единственное, что я вижу. У них легких крейсеров многовато. И эсминцы. То есть, ну в целом у нас примерно те же цифры. Но у нас очень намного больше основных кораблей. И я думаю, они и по качеству не будут. Плюс мы сейчас еще все прикрытие, всю поддержку настроим нашими 72 верфями. Но также, я думаю, мы будем строить легкие крейсеры себе. Теперь эсминцы у нас достаточно старенькие. А легкие крейсеры новой технологии. С 41-го года. Еще, видите, только 40-й. Так что, я думаю, ими им воевать будет очень неплохо. Плюс еще у нас здесь вот есть дальность плавания бафается. И прочность. Солидно. Хотя, ну да. В принципе. Что-то такое мы и сделаем. Здесь вот нельзя поставить ничего получше. ПВО. Оставим радар. А потом, ну, наверное, в легких крейсерах я уже не буду давать. И я так подумал, что, наверное, я не хочу ставить броню. Все равно, типа, ну, ее, скорее всего, будут пробивать легкие другие корабли. Да, хотя с другой стороны, в принципе, у нас куча верфей. Так что мы можем построить что-то очень большое. И при этом все еще экономически нормальное. Так что давайте, наверное, вот средненькую броню оставим. Что-то это все равно слишком, наверное. А вот средненькая пойдет. Тогда в теории примерно такие же легкие крейсеры и ясминцы не смогут нас пробить. Тяжелые все равно будут пробивать. Давайте вот так попробуем поделать, в принципе. Сюда можно поставить еще радиус. Но 5000, мне кажется, и так хватит. Тем более, что у нас другие корабли сильно больше не будут иметь. А важно очень самый маленький. И наша промышленность подготовилась к войне. Получили мы гражданскую экономику. И нам нужно дальше, видите, тут различные фокусы делать. Но уже, уже мы опять подосвободили еще больше своей экономики. И только движемся в нужном управлении. У нас есть план ДОК на Добровольце, мы его делать не будем, наверное. Четыре свободы нам нужны, но пока еще нельзя. Да? Подождите, нужна мировая напряженность. А, после октября, либо бронительная война. Ага, понял. То есть мы это сделаем. И, в принципе, начнется война с Японией плюс-минус в этот момент. Окей, это все понятно. Что же нам интересно сейчас? Вот это нам, кстати говоря, выглядит как будто нужно. Да? Укрепление против Японии. Ну и вот это выглядит хорошо, кстати говоря. Впрочем, впрочем. Давайте пойдем в армию, чтобы здесь у нас были какие-то фокусы уже готовые. А, вот сюда нам еще нужно. Да, вот сюда нам нужно. Сейчас сюда пойдем, мы получим до 14 верфей и плюс 10 производительности. Вот. Это нам очень надо. Поэтому едем сюда. Ну и в Африке, кстати говоря, потихоньку, потихоньку. Советники вроде пушат. И солидно. Здесь британские танки. Как бы, да. У Италии здесь не хватает войск. Немецкие войска сюда вроде как особо не прибыли. Такого поддержка нам нужна. И по всему все у нас там будет окей. Ну а мы потихоньку укрепляем острова. Посмотрите, как люди требуют справедливости. Я хочу знать, почему мы еще не объявили войну. Ага. А, блядь, саблами получить фашизм, потерять политку, либо стабильность. Ага, стабильность или политка. Так, ну, стабильность, потому что у нас дофига ее на самом-то деле. Так, и вот мы выходим в закон об океане. А, точнее, о флоте двух океанов. Окей. 14 верфей. Звучит невероятно сильно. И 10 производительности. И мы еще... А, это когда мы присоедимся к войне. И мы еще улучшим этот закон. Интересно. Так, ну нет, мы, конечно же, идем... А, демократов. Так. Народ высказался. Так, у нас не сильно там... А, ну вот, видите. Вот почему-то нас очень жестко... Вот здесь вот побеждают. Резко, когда у нас выборы происходят. Сейчас мы разберемся с этим. А вот мы, смотрите, можем опять нажать здесь исследование. Ну, в кустере, пока, наверное, не стоит. Мы и так там помогут отдали. А вот отдать конвой Британии... Ну, на получать поддержку войны, конечно, надо нажимать. Нам это все надо. Итак, я думаю, что взять... Вообще, для боев, наверное, надо бы третью брать, либо вторую. Да, но... Мы же идем в бомбардировки прям нереально. И мы, конечно, идем ради этого налево. Как бы в максимальный стратегический урон. Потому что, ну... Мы планируем уничтожить просто всю промышленность оси, я думаю. Через какое-то время. Пока что мы еще не так сильно строимся. У нас еще не такая мощная, я бы сказал, экономика на это все. Но она будет. Мы все еще, типа, много отдаем на ТНП, но... Это все пройдет. У нас здесь уйдут дебафы на скорость строительства военных заводов. И, я думаю, все будет у нас отлично. Так, пропустились здесь фокусы. Любопытно. Еще не напали, вроде нет. Мы можем смотреть, как конвой получить. Что-то такое. Так, военные заводы. Ради ТНСЛ. Это все неинтересно для нас, я думаю. Ну да, выглядит как-то таким себе. И также добавим к нашим постройкам тяжелые крейсера. Тоже в линкоры, я думаю, инвестировать не слишком эффективно. А вот сюда, в тяжелые крейсеры, легкие вполне себе. И мы приняли закон на двух флотах. На флоте, точнее, на двух океанах, опять же. Я снова оговариваюсь. И получили еще производительность верфей. И это еще не конец. Все еще будет сильнее. Да, конечно, у Америки флот огромный. И как они просто из ниоткуда, можно сказать, делали линкоры. Это, конечно, невероятно. Так что я бы сказал, что в игре это все еще не настолько передается, как на самом деле Америка очень мощно и быстро все производила. Лиз пустыни наносит ответный удар. Битва, которую стоит посмотреть. Перевород в Геославии. Еще какой-то непереведенный ивент. И... А что это за ответный удар? Непонятно. Здесь нету немецких войск. А нет, ладно, есть какая-то. Видимо, что прислали одну дивизию, это уже лист наносит ответный удар. Ну, ладно, так и быть. И я думаю, уже пора взять вот этот фокус, чтобы выйти вот сюда. Мы уже можем, в принципе. И сделать потом еще проекты инженерного корпуса США. Сверх, конгресс пропустит, если в состоянии войны, кстати, еще один есть. Короче, нам надо сюда. Это нам жестко очень выпьет поддержку конгресса, представителей. Но это даст нам кучу военных заводов, так что нам это надо. Но я уже заранее нам восстанавливаю, так сказать, поддержку. О, смотрите-ка. Интересная концессия. Ага, Турция. В Турции мы можем теперь железнодороги строить и нефть получать. Но смотрите-ка, мы новое не подписывали договор. И она снова решила попросить нас. Ага. Да, почему бы и нет. Чехнологии допущие ресурсов. Права на Анталию. Это звучит интересно. Ну-ка. Отвергает. А, ну ладно. Так, возмутительно. Конечно, возмутительно. Жаль только, чтобы плата теряется. И нам нужно теперь восполнить ее. Ну, как я и говорил, мы уже над этим снова работаем. И война уже на самом деле будет достаточно скоро. У нас не так много остается вещей поделать. Нам бы вот это сделать, я думаю, для танков. Ну, а так подумаем еще. Я думаю, нам точно стоит радар поставить. Давайте-ка это сделаем. И, как вы можете заметить, я уже начал расстрелять генералов. Эти ребята будут здесь под вот этим парнем, потому что, ну, я ставлю на укрепленность генералов, на защиту. И у него еще и статы неплохие для первого левела Челла. И вот этот генерал тоже. Старая гвардия, еще и артиллерийская обслуга. Тоже не самые плохие статы. Ну, две защиты хотя бы, да, не один. Их тоже можно поставить на деф, потому что всех более-менее хороших генералов я, конечно же, хочу выбирать уже для своих основных дивизий. Ой, япония постановитель войны против нас. Это значит что? Давайте проверим, во-первых, фокус. Мы его не видим. А, любопытно. Нам нужно, значит, внедриться в правительство. Давайте сразу подготовим операцию. Еще только мы, еще не должны нападать, в теории. Но это уже значит, что нам пора решать, что где нам по флоту делать. Этот флот мы подстроили. У нас очень хорошее количество здесь, конечно же, авианосцев. Надо сейчас делать какие-то боевые группы ими. У нас их, собственно говоря, 16 штук. Это как раз-таки где-то 4 боевые группы у нас получится. В принципе, меня это устроит. Перебрасываем весь флот сразу на запад, а там уже будем дораспределять. Я пока что только авианосцы перераспределил. И вот здесь вот у нас будет основная, так сказать, масса самых прокачанных кораблей под прикрытием уже, ну, каких придется, так сказать, эсминцев. И вот мы строим радары. Отлично. Конечно, они слабенькие совсем первого левела, но это лучше, чем ничего. Ой, мы можем делать развитие тяжелой промышленности. Конечно же, мы это делаем. Это еще и никого против нас не, так сказать, не поставит. Так что делаем. Там что-то еще потом получится, посмотрим. Но самое главное, потом еще военное правительство нажмем тоже, и вот это все. И начнем сейчас уже просыпаться, окончательно, так сказать. И есть. Меньших ли эффектов великой депрессии? Вот это ничего не делает, это очень странно выглядит. Поэтому, наверное, делать это пока что не будем. Возможно, вот этот фокус или что-то нужно. Но мы, в любом случае, делаем себе кучу военных заводов. Да, поехали. И мы берем исследовать последнюю воздушную доктрину. И мы, считайте, закончили. Хотя у нас, конечно, исследовать еще есть очень много чего. Мы еще по некоторым вещам, конечно, отстаем. Но, в целом, более-менее отдержимся. Более-менее. Хотя, конечно, блин, исследований их очень много. И мы очень много чего хотим на Америке. О, а вот и Германия стоит Красной Армией врасплох 29 августа. Мне что-то подсказывает, что из-за того, что они напали так поздно, ну, у них, наверное, будут какие-то проблемы. Зима начнется намного раньше, чем если бы они напали, как бы, еще раньше, да? У них меньше времени без зимы на атаку. Выглядит, конечно, грустновато, честно говоря. Но у нас вот ивент какой-то еще, а не нападение, конечно же, не переведенный. Так что мы просто ждем. И, да, наверное, скоро у нас уже не придет Япония. Ну, а мы тем временем просто готовимся к этому как можем. И вместе с тем начинается финская катор-атака, так сказать, за возвращение своих территорий. Достаточно успешная, кстати говоря. Мы посмотрим, как бот справится на Советском Союзе с Германией. Я считаю, что достаточно хорошо, потому что Германия, ну, как-то слаба, мне кажется, в этом моде все-таки. Хотя, опять-таки, посмотрим. Советский Союз вполне себе может быть тоже. Тем более, что бот вряд ли сможет, так сказать, организованно отступить. Но и Германия вряд ли сможет использовать эти вот бафы зимой, нападя, блин, в конце августа. И имея всего пару месяцев перед нормальной зимой. О, у нас есть кнопочка экстренной поставки вооружения, которая у нас не была доступна эта кнопка, потому что у нас не было пехотки. Но мы потихоньку выходим в плюсы по всему. Все-таки, да, мы просыпаемся, я перестал уже дивизии тренировать, то есть, ну, точнее, они дотренировались, скорее, так. Надо все равно дотренировать, и остальные тоже. И мы уже скоро взломаем Японию. Это, видимо, повысило шифрование, поэтому мы перестали видеть, что там происходит. Но ничего, догоним. У Италия потеряла, наконец-таки, Эфиопию. Ну, кстати говоря, вот здесь вот битва все еще продолжается. Но я помню, как там битва идет. Вот, просто не у тех, нет снабжения не у тех, потому что здесь радиусы очень маленькие, почему-то, снабжения. Дневрение правительства есть. И, ну-ка. Сет не имеет силы 70. А, ну, допустим. Нам нужно введить японцев получше. Поэтому закидываем шпионов просто по максимуму. Еще скоро и дешифруем, так что будет отлично все. И переходим к самому концу. Наземная доктрина. Нам осталось все, 4 техи прокачать. Поэтому мы влево, наверное, потому что это бафает воздухом. Мы будем иметь воздушное присутствие. И плюс противотанковая атака. В теории нам может пригодиться против Германии потом. Ну, это еще мы посмотрим. Вот это все мы поставим. Когда сделаем этот фокус. Я думаю, мы его сделаем следующим. И еще кое-что произошло. Непонятно что. Свободная Франция там получила Сомали. Допустим, колониальное пистолетство мы сделали. Получили укрепление на непосредственно Филиппинах. Можем вот это сделать. Типа можем начать это делать. И тогда будем потихоньку укреплять свои Гавайи. Под конец получим там кучу построек. Типа полезных. А у них будет меньше баф. Да, я думаю, мы этот баф пережуем и так. Так что идем в объединенные советы. И просто себе поставим военное руководство. И авиадоктрина полностью закончена. Это, конечно, приятно. Нужно только доисследовать все остальное теперь. И скоро мы так покончим и с наземной, и с морской. И тогда прям сфокусируемся на нормальных исследованиях. И благодаря нашим шпионам мы тут видим, что происходит теперь. Ну-ка. Скорее, у них много, я вижу, фокусов какие. Ну, точнее, немного вот фокусов закрытой войной. И я думаю, наверное, это же не один фокус. Там, скорее всего, еще что-нибудь может есть закрытой. Ну, ладно. В любом случае, где тут наша США? И где их объединение войны? Причем вопрос. Средственный пакт. Это все интересно. Лоджо, пяти министров, вот. Тора, тура, тура. А, все, у них есть уже решение. Я понял. То есть они готовы напасть в любой момент. Ну, что ж, надо быть готовым к обороне. И мы подготовили совет армии флота. Можем начать в теории план Гамбита, чтобы их спровоцировать. Я просто не уверен, нужно ли нам это так сильно. И вот что это за два фокуса, которые ничего не дают? Тоже очень странное. Ну, допустим. Ой, мы можем делать гиганта. Гигант пробуждается. Конечно же, мы это делаем. А Москва уже наносит ответный удар. Ну да, как я и говорил, это Германия умрет. Очень быстро. Блин, может, надо было их бафнуть. Наверное, стоило. Просто я думаю, что Германия уже умерла. Она... Сколько они по потерям вообще? 1,3. Просто, ну, какие-то космические. В Советском Союзе и ТО 860 всего. Типа, ну ладно, здесь, конечно, все еще один к двум. Но это звучит так себе для победы Германии, честно говоря. И потери в целом по-равному достаточно себя показывают. По праву, считайте, пока что они чуть-чуть всего лишь слабее. Но в будущем это будет уже не чуть-чуть. Все говоря, возможно, даже нет. Тут, видите, 1300 как будто здесь. Тысяча всего как будто. Но плевать. Самое главное, что Советский Союз уже, я думаю, не сдаст территории. Они здесь их еле пропушили. Украину даже не сдали. Беларусь только наполовину сдали. Тут только вот здесь. Ну, типа, как-то, как-то все выглядит уже очень жидко для Германии. Так что я чувствую, только Япония будет представлять угрозу. Ну, посмотрим. О, начинается Первый Хаверборд. Так. Урожден топливный склад. Дальность у нас, ага. Защита отторжения, десятные войска, атака, защита и скорость выставки. Япония наносит удар по США. Так. Ага, ага, ага. День позора. Война. Поддержка войны плюс 10. Что у нас еще теперь открывается? На самом деле, много чего, скорее всего. Но в первую очередь, нам нужно экономику, конечно же, делать. Вот это, кстати говоря, хочется сделать. Всичную мобилизацию и военную экономику можно сделать. Но это только после 1 июня можно сделать. Заметьте. В это время мы все еще не можем ничего сделать. И нам нужно армию США сделать. Так что вот после этого мы идем в армию США. А потом уже идем вот сюда, военные полномочия. Я думаю, здесь будем различные вещи делать. Выглядит все интересным. Эти фокусы все еще ничего не дают, но вот это доступно. Но опять-таки, вот это полезно, но получить вот столько военно-заводов просто из ниоткуда всегда приятно. И мы получились еще верфи. Я так понимаю, получим еще чуть позже. Конечно же, мы инвестируем все, я думаю, в легкие крейсеры. Потому что нам будет не хватать прикрытия, оно будет умирать. Но эсминцы слишком дешево для нас, я думаю. Так что как-то вот так мы сейчас будем все делать. С говоря, мы покупаем просто тонну ресурсов. И 40 фабрик у нас уходят на покупку. Это, конечно, дикий ужас. Но, тем не менее. Думаю, на этом мы серию подзакончим, ребята. Следующая серия уже начнется непосредственно сама война. Наш флот здесь на позициях. Как бы у нас получились 4 вот такие вот боевые группы. Где-то вижу, еще не хватает авиации. Но я еще посмотрю. Я куда-то, видимо, не назначил. Но, тем не менее, мы достаточно готовы. И я себя чувствую очень уверенно против Японии. В принципе, как всегда. А с вами привет был ДубГ. Подписывайтесь, если вы все вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, группа Дискорда. Все как обычно, ребята. До скорой встречи. Пока.